Борьба с огнем под силу далеко не каждому. Не нужно быть специалистом в деле пожарном, чтобы осознавать всю важность этого дела. Чтобы понимать, за борьбой с огнем стоит каждодневный, кропотливый и усердный труд. Профессия огнеборца не зря считается одной из самых сложных и опасных. Она требует не только скорости легкоатлета, гибкости гимнаста, силы спецназовца и реакции теннисиста. Все эти многочисленные качества призван оттачивать пожарно-спасательный спорт, у которого, к слову, в этом году юбилей – 80 лет. Пожарно-спасательный спорт, как и любой другой вид спорта, направлен в первую очередь на физическую подготовку, на выносливость, на то, чтобы сотрудники нашего ведомства были всегда готовы к любым и чрезвычайным ситуациям, смогли оказать достаточную и своевременную помощь. Пожарно-спасательный спорт – это то, что почти всегда остается за кадром. Но это то, без чего было бы невозможно представить современного победителя стихий – отважного, смелого и бесстрашного, для которого не существует фраза «не могу». Сегодня их по праву называют героями нашего времени. Тренировки направлены на развитие силовых качеств и скоростных качеств спортсменов. Спорт довольно-таки сложный и технический. Много нюансов, много технических нюансов, которые приходится оттачивать. Пожалуй, самое зрелищное из препятствий – подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни. Картина настолько реальная, что непросвещенному может показаться, что все происходит в режиме онлайн. А еще преодоление стометровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание – все упражнения максимально приближены к боевым условиям. А рецепт победы – тренироваться, не жалея ни себя, ни своих сил, ни времени, не оригинален, но действенен. Неизменно во все времена и наши, и сейчас, это, конечно, нужно любить пожарный спорт, чтобы уметь переносить вот эти тяготы тренировок, потому что соревнований в году бывает немного, 4-5, да. А круглый год нужно готовиться, чтобы вот через любовь переносить тяжелые нагрузки. 80 лет – срок незначительный для пожарно-спасательного спорта, но весьма значимый для спасателей, обладателей неоценимого жизненного опыта, ветеранов пожарно-спасательного спорта. Сегодня традиции старшего поколения продолжает молодежь. Благодаря работе тренеров сегодня есть целая плеяда профессионалов, в копилке достижений которых немало побед, завоеванных на республиканских соревнованиях. И, конечно же, тех, кто только начинает, но уже, как говорится, в деле. Нагрузка, вот как, прокачивать все мышцы, вот это, наверное, считаю самым сложным. Потом пробегать быстрее, чем, ну, стремиться к лучшему. Мне нравится бегать, нравится лазить по лестницам, меня привлекает вот это вот все, как-то завораживает. И в будущем ты кем хочешь стать? МЧСникам, скорее всего, да. МЧСникам. Эстафета передана, причем целеустремленности и азартности планов юных представителей огненной профессии удивляются даже ветераны. Они серьезно относятся к тренировочному процессу, и так как они вот уже забегают в четвертый этаж учебной башни, видно, что, да, с ними работают толковые тренеры, подводят их к соревнованиям на достаточно высоком техническом уровне, потому что видно, что технических пробелов таких крупных, их мало. Ребята практически досконально умеют обращаться с лестницей, вот, поэтому ребята очень перспективные. А это значит, что рожденный еще в советское время вид спорта продолжает активно развиваться и процветать, сохраняя традиции и приумножая качество. Редактор субтитров А.Семкин